Дорогие друзья, для меня большая честь выступать в стенах второго старейшего университета нашей страны. Поскольку подготовлена аудитория, то, наверное, я хотел бы с вами поговорить о неких серьезных вещах, поделиться мыслями. Поговорим с вами о понятии историческая память. Я не знаю, изучают ли сейчас в университете произведения классиков марксизм и ленинизм, но вот Фридрих Энгельс в свое время выдвинул тезис, что труд создал человека. Помните, да? У нас почему-то говорят, что труд создал человека из обезьяны. Про обезьяну Энгельс никогда ничего не говорил. Потом придумали. Такое в голову ему не приходило. Но у нас все цитаты передергивают. Помните самую знаменитую цитату вашего студента Владимира Ильича Ленина? О том, что из всех искусств для нас важнейшим является кино и цирк. Ленин этого никогда не говорил. Об этом сказано в третьем лице косвенной речью. Якобы там кто-то. Ну, в общем-то, не было этого про цирк. Так вот, я с Энгельсом поспорю. Я считаю, что наш величайший, действительно, ученый, философ той поры здесь несколько упростил историю. Не труд создал человека. Человек создала память. Каждый из нас сохранит воспоминания о родителях, детстве, юности, семье, успехах, неудачах. Именно это позволяет нам чувствовать себя личностью. Если представить себе, что каждый из нас неожиданно лишится памяти, забудет, он автоматически свою личность теряет. Вместе с потерей памяти. Личность человека, любого, это память. Стирание памяти, манипуляция с памятью, это уничтожение личности. Если мы это трансформируем с вами на общество, если стереть память у людей, собравшихся на площади, они превращаются в неуправляемую толпу практически животных на самом деле. И вспомним с вами все, что писали об этом. Классики, на очереди Зайдматова читал кто-то «Буранный полустанок», никому не попадалось в руки. Сейчас не проходят в этой школе. Конечно, там есть интересная, называлась «И дольше века длится день» роман, либо «Буранный полустанок». Это, по-моему, продается под двумя названиями. Очень советую почитать. Там есть интересная такая история, основанная на старых легендах, реальных народном эпосе. В одном воинственном племени в Средней Азии пленных не уничтожали, не просто там заковывали в кандалы, поступали с ними хитрее. Кусок сырой кожи верблюжьей, по-моему, делали такой ободок, шапочку такую, и одевали на голову, фиксируя под подбородком. Шапочку очень тесную, и оставляли на жаре. Ну и дальше под воздействием солнца среднеазиатского жары, обезвоживания, шапочка эта скукоживалась, давила на черепную коробку. Человек испытывал страшные страдания и через несколько дней терял свою память. Из человека превращался в Манкурта. Такой был кермин. Манкурт – идеальный раб. Он узнает своего господина, выполняет все его команды, слушается его и ничего не помнит. Личность его стирается, как с жесткого диска. Все, нет. Только прямые команды. Вот что значит человек без памяти. Много примеров того, как память стиралась у целых народов. Если кто-то из вас бывал вдруг в Мексике или будет в Мексике, я сам, кстати, не был, мне рассказывали. Вот там есть замечательные на территории Мексики, еще до Колумбовой, строения пирамиды Майя. Это величественное сооружение. Кстати, язык Майя был расшифрован нашим ученым, советским Юрием Кнозоровым. Вот Майя хранили огромные знания о математике, астрономии. До сих пор ученые, специалисты потрясены этим масштабом знаний. Но это все знания в прошлом. Потому что сейчас у подножия этих пирамид все заставлено какими-то лавками и циновками. Там сувениры продаются, главным образом китайские. Их продают те самые майя. Если провести генетический анализ, то прямые потомки, только память о цивилизации майя стерлась. Письменность была утрачена, язык утрачен. Все источники об их истории, древности, формировании цивилизации утрачены. И огромный, великий народ, строивший невероятные, созидавший архитектурные комплексы, владевший какими-то знаниями, недоступными даже европейцам той поры. Все это было утрачено, все ушло в прошлое. И в общем такое трагическое, очень поучительное зрелище. В нашей истории известно много случаев, вы знаете, наверняка проходили, когда принимались целенаправленные законы и практики, направленные на уничтожение памяти. В Древней Греции это называлось астракизм, суд черепков. Голосование, поэтому голосование граждан, подвергшихся таким образом астракизму, изгоняли из полиса, из государства. Обычно на какое-то время, на 10 лет, иногда навсегда. И любые упоминания об этих гражданах запрещались. Я бы делал все, стерт из памяти города. Кстати, астракизм это не всегда была мера наказательная. То есть наказывали не за преступления совершенные. Как правило, это была мера профилактическая. Избавлялись от конкурентов, потенциально опасных мыслителей или деятелей. Практика профилактического наказания за несовершенные преступления, она у нас довольно распространенная в мире. Например, поволжские немцы. Там вообще ничего не было. Быть не могло в сталинской системе. Были немцы, офицеры и даже генералы воевали в Красной армии. Успешное хозяйство. На всякий случай, потому что немцы. Куда-нибудь туда, в северный Казахстан, в южную Сибирь. Вот профилактическое наказание. Кстати, сталинизм в этом отношении был абсолютно не эксклюзивен. То же самое делали американцы с японцами. Они всех японцев в лагеря поместили в начале Второй мировой войны. Для профилактики. Мало ли чего. Ну а, например, если мы возьмем с вами 1914 год, начало Первой мировой войны, то Австрийская империя или Австро-Венгерская империя, Второе германское государство, профилактически наказало всех русинов. В два концлагеря загнали всех, кто считал русский язык основным. Как раз там на границе с территорией современной Украины, примерно. Там было два концлагеря, 20 тысяч человек всю войну там просидели. Что самое интересное, потом в 1917 году эти концлагеря ликвидировали. Весной 1917 года умер старый император австрийский. И вот новый, последний, Карл, по-моему, его звали. Он в декрете о ликвидации этих концлагерей так и написал, все находившиеся там русские были невиновны, но мы их вынуждены были арестовать, чтобы они не стали виновными. Очень откровенно. В Древнем Риме тоже самое были, как мы помним с вами, законы о забвении. Дословно переводить, если с латыни, проклятие памяти. Уничтожались любые материальные свидетельства о существовании конкретных людей. Статуи, надписи на гробные, настенные надписи, упоминания в законах и документах. Не было такого императора. Никогда. Все стерто. Но статуи они уничтожали, римляне были людьми хозяйственными, они голову отпиливали. Там же дальше все похоже. Кто там разберет в пурпуре. И голову другую приделывали. А такого человека не было. Уничтожалась память. Буквально в смысле этого слова. У нас вспомним времена Анны Иоанновны. Помните, был такой у нас недолго царствовший и не знавший об этом ничего молодой человек. Иван VI Антонович. Младенец. С ним даже деньги напечатали были. Рубли с изображением. Успели. Потом все эти рубли надо было сдать в казну. Там меняли их, наверное, по какому-то хорошему курсу. А если спустя какое-то время ты пытался расплатиться этой монетой, не сданной, сразу в Сибирь. Сразу, сразу расплатил. Приравнивалось к фальшивому манечеству. Хотя деньги были с государственного монетного двора. Ну и советские времена, кто постарше, точно помнит. По крайней мере, рассказы об этом, когда из учебника вырезались фотографии и из газет. Фотографии тогда же не было фотошопа. Все это было очень сложно, но у нас высокие технологии были в те времена. Стирали там коллективная фотография, стоит пять человек вместе со Сталиным. Раз, в следующий раз печатать фотографии уже четыре, один пропал. Там природа. Потом три, потом два, потом он один. Вот так постепенно. Люди исчезали. Упоминания. Я даже помню, мне рассказывала бабушка, преподававшая историю. Она по подписке получала большую советскую энциклопедию. Ну и потом с очередным томом, энциклопедия, уже в хрущевские времена, вкладыш, что статью, букву Б, которую вы получили, второй том, статью Берия необходимо аккуратно вырезать и отнести куда надо. А вместо нее вклеить статью такую-то. Сделай сам называется. Не было такого человека, не было. Мы помним с вами, что животное тоже помнит детей. Я думаю, собачки и кошечки у всех есть. Сколько мама помнит щенка? Это называется биологическая память. Она его кормит, помнит, потом начинает его спустя какое-то время отгонять. Потом может кусать его. А потом, ну, дома-то вы не увидите такого, в дикой природе легко. А потом, спустя какое-то время, выросший волк может загрызть свою мать легко. Потому что он ее не помнит. Вот этот период биологической памяти прошел. И они абсолютно чужие совершенно. И она может его загрызть. Хотя первые месяцы она его защищает от всего и жизнь свою пожертвует. Вот этим человек и отличается от животного. Этим человеческая семья отличается от семьи животных. У нас память, она длительная. Такая же память у семьи, у человека, у общества. Если общество своей исторической памяти лишается, это заканчивается очень и очень плохо. Я, кстати, обращаю внимание, что у нас история... Когда начала преподаваться история в университетах? В 20 веке. После революции. Кто-то помнит? А? Да, да, да. И в школах примерно тогда же, даже чуть попозже. В 30-е годы. Потому что сразу после революции, там лет 10 с лишним, считалось, что это буржуазная наука. Учить ее не надо совершенно. Просто лишнее. Лишнее знание. Забивать себе голову. Мы наш, мы новый мир построим. Постепенно государство стало усиливаться, укрепляться и понимать, что как-то это неправильно. Без исторической памяти, даже буржуазной, нельзя. И вот ярким примером обращения к этой исторической памяти является, например, речь небезызвестная 7 ноября 1941 года. Неожиданная речь. Сталина с мавзолея на параде на Красной площади. Когда Сталин ни с того ни с сего, неожиданно для всех, стал говорить, что пусть вдохновляют вас великие образы ваших предков. А дальше началось перечисление, которого не ждал никто. Ни Буденного, ни Ворошилова, Щерса, которому тоже памятник недавно снесли, почему-то в центре Киева. Символ Киева был на открытках. Памятник Щерса. Украинский партизан воевал с немцами и с беляками. Памятник князю Александру Невскому, князю Дмитрию Донскому, Минину, князю Пожарскому, графу Суворову, князю Кутузову. Понимаете? И вот это перечисление тогда было совершенно шокирующим, потому что это прямое возвращение к исторической памяти. Правда, шло это постепенно еще со времен появления краткого курса истории ВКПБ, истории СССР, которые на троих, Сталин, Жданов и Киров, лично редактировали. Книжки-то небольшие такие были. Можно было там каждое слово выверить. Но прекрасно наши власти понимали, что если предложить людям в 1941 году идти на смерть за какую-то химеру, им непонятную, то этим они очень хорошо подыграют как раз немецкой пропаганде, потому что немцы говорили очень простую вещь. Вы не защищаете свою страну. Вы защищаете власть евреев и большевиков. Это не Россия. Комиссары, жиды, большевики. Пропуск в плен разбрасывался над нашими позициями. Такие листочки были. Вот пропуск в плен. Возьми эту бумажку и подними над головой и иди с ней сдавайся. А там было написано здесь пропуск в плен. Я сдаюсь. Мне гарантируется там свобода, еда, хорошее отношение, хлеб с маслом. Это все потом в концлагерях объясняли популярно, что имели в виду. А тут было написано «бей жида, политрука, морда просит кирпича». Такие у них стишки были у немцев. Не знаю, кто писал. Наши власти в этом отношении действовали абсолютно правильно, политтехнологически. Они показали, что нельзя отрывать страну от истории. Нельзя разводить Невского и Красную армию. Вот вы, красноармейцы, вы точно так же защищаете свою родину, как защищали родину Суворов, Кутузов, Минин, Пожарский и никак иначе. И всякий большевизм, идеология здесь совершенно ни при чем. И это прекрасно работало. Тем более, что к этому начинали уже постепенно готовить. Фильм Александр Невский – это до войны, 1938 год. Фильм Суворов «До войны», поэма Константина Симонова «Ледовое побоище», «До войны». Фильмы и романы за пять минут не создаются. Поэтому, конечно, к этому готовили общественное мнение. Как история укореняется в памяти? Давайте еще о чем хочу сказать, чтобы вы постарались запомнить, особенно эстфаковцы. Это вопрос интересный. Не надо думать, что труды профессиональных историков попадают в массовое сознание и как-то там где-то на что-то влияют. И все изучают цифры, черепки и исследования археологической экспедиции. Это вся история для профессионалов. Это для вас. Вся история в массовом сознании, мы должны это трезво понимать, она основана на рассказах об истории. Один мой знакомый, вице-президент Академии наук нынешней, академик, увенчанный всеми лаврами, он печально мне сказал, говорит, знаете, истории больше нет, остались одни нарративы, то есть рассказы. Ну, на самом деле, истории никогда не было в массовом сознании. Всегда были одни рассказы и одни нарративы. То есть, как историю пересказывают популяризаторы? Писатели, драматурги, ученые, популяризирующие историю, преподаватели. Вот как они рассказывают, так это средства массовой информации, социальные сети. Это все, это все. И есть массовые представления об истории. Эти истории, массовые представления довольно упрощенные. Мы их называем мифами. Это не значит, что это плохо. Нет. Это просто упрощенные массовые представления. Вот Петр I. В массовом представлении кто? Петр I. Ну, великий преобразователь, окно в Европу прорубил. Что? Великий реформатор. Это вот правильное, абсолютно, но очень упрощенное представление о деятельности Петра I. Понимаете? Пушкин, чем больше писал историю Петра Великого, Пушкин числился по архивам, работал в архиве Министерства иностранных дел. Награждения он там, ордена не получал. Он получал очень высокую зарплату, 5000 рублей в год. Это зарплата, оклад московского генерал-губернатора. Там все остальные чиновники МИДовские, локти грызли, глядя, наверное, на Пушкина. Который на работе-то не появлялся. Он приезжал, смотрел документы и уезжал путешествовать дальше. Он собирал. Он работал как настоящий историк. Он изучал и архивные документы, и потом ездил, опрашивал свидетелей, писал историю Пугачевского бунта, историю Петра Великого. Вместе со своим другом Володей Далем, они там путешествовали, автором словаря русского языка. Пушкина работала в Министерстве иностранных дел, в архивной службе. Так вот, и он чем больше писал, изучал историю Петра I, тем больше он говорил, что мне, что-то у меня не пишется больше. Потому что сверху все прекрасно. Медный всадник, блеск, империя, триумфы, победы. А дальше, лучше не знать, какой ценой. И какой ценой, и как, и какими способами, и прочее, прочее, прочее. Так же точно и Лев Николаевич Толстой. Он там вообще к Петру I плохо относился. Он задумал писать роман о Петре I, пособирал материал, погрузился в тему глубоко, за рамки нарратива. Это не значит, что Петра I критикую. Нет, я вообще никого не критикую, чтобы вы понимали. Лев Толстой погрузился в тему и сказал, нет, я это писать не буду. Это такой хоррор будет, это будет такой ужас. Я лучше войну и мир про блестящую эпоху. Там как-то поприятнее. Вот эти вот казни, кровь, стрельцы, дыба, накол. Нарративы сильно отличаются от реальной истории. Вот, например, Ледовое побоище. Большая битва была? Ну да, там идет расхождение. Конечно, их источники гораздо меньшие цифры называют. Наши называют большие цифры. Наши вообще называют 400 рыцарей. Столько рыцарей не было во всем Ливонском ордене. Потому что рыцарь это танк тяжелый. Рыцарь это такой Абрамс. Это тигр. При рыцаре, вокруг рыцаря еще много всего. Рядом с рыцарем его оруженосцы, кнехты. Они тоже в броне и внешне выглядят как рыцари. Почти ничем от этого не отличаются. Поэтому, конечно, когда наши пленили или убивали кнехта, они засчитывали его за рыцаря. Он просто не был в рыцарском статусе. Это его оруженосцы, помощники и так далее. А дальше шли какие-то эсты, еще какие-то. Плюс была отдельная дружина епископа Дербского, тоже хорошо вооруженная. Поэтому западные источники говорят о 20 убитых рыцарях. Наши от 400. Разница где-то, наверное, посередине. Но вопрос, кого считать рыцарями. Может быть, рыцари в понятии Ливонского ордена, которые были мечом, значит, в рыцаре произведены, владели чем-то и прочее. Может, действительно было 20 или 30. Это неважно. Если вы посмотрите любую средневековую битву, там еще меньше погибших рыцарей. Потому что рыцари стремились не убивать, а брать в плен и продавать обратно. Убивать рыцаря невыгодно. Выгодно рыцаря пленить и продать родственникам назад. Надо его стащить с коня и обездвижить. Но в любом случае Ледовое побоище не самое большое сражение даже тех десятилетий. И это не самая крупная победа Александра Невского. Он потом еще воевал с Литвой, с Западом и так далее. И одерживал более серьезные победы. Ледовое побоище стало символом. С одной стороны, это одна из первых внешних побед. После тяжелых поражений от ордынцев, от монголов. И во-вторых, это символ противостояния Западу. Ну хорошо, Азия нас одолела, но против Запада мы выстояли. Это символ. Это символ защиты веры. Потому что, в отличие от монголов, понятно, что Запад шел не только обложить данью, но еще и сменить религию. То есть сменить идейное подчинение. Ну и плюс кино. Когда Сергей Эйзенштейн спросил Михаил Ром, как ты собираешься писать сценарий фильма и вообще снимать, когда там две странички в летописи, откуда возьмешь материал? Эйзенштейн молодец, он прямо и ответил, сказал, вот это и прекрасно, сказал он. Потому что теперь все, что я сниму, и будет считаться летописью. Вот понятно, что никакого не могло быть битвы на льду. Не потому, что это неудобно, или не потому, что нигде не упомянуто, что рыцари тонули подо льдом. Это все позже, позже, позже было написано. Вот потому что это с точки зрения военной тактики бессмысленно. Тяжело вооруженный конный дружинник Александр Анецкого примерно весил столько же, сколько крестоносец. Что, думаете, что наши там голые, что ли, сражались? Это все это кольчуга, потом теплые все эти прокладки, потом сверху еще щитовые. А это тяжелая конница. Ну, на 5 килограмм он будет меньше весить. На что не влияет? На 10. Утонет вместе с ним. Поэтому нет, сражение шло на берегу, потом могли, конечно, их загнать на лед обратно. Но это уже... Никто этого не видел. Это все красочно изображено в кино. Как вы понимаете, кино снималось летом. Все это вокруг, это пенопласт. Тонувшие были профессиональными физкультурниками, пловцами. Иначе могли бы и потонуть, на самом деле. Спортсмены снимались. Много соли, очень. Куликово поле. Символ освобождения от Золотой Орды. Классической истории. Куликово поле — это сражение с узурпатором. Мамай, как мы прекрасно знаем, с вами не был ханом Золотой Орды. Он узурпатор. Если говорить уж там о символах, то это должны быть совершенно другие. Брать символы какие-то. Например, Иван Третий отказался получать великий ярлык на книжение. Вообще никого не послал. Спровозгласил себя государем и все. Вот это символ освобождения. Но это же неинтересно. На этом кино не снимешь. Или там отказался платить выход. Это неинтересно. Интересно топтал ярлык. Никто не знает, как тиры выглядела. Или там басма. Что-то вообще было. Никто толком не знает. То ли грамота, то ли железка какая-то. То ли еще что-то. Ну, спорят историки. Басма — это что. Ну, Иван Третий был человек крайне расчетливый. Точно я бы ничего не топтал. Он бы ерундой такой не занимался. Ну, а не платил налог, выход. Прикарманивал себе, оставлял. Вот реальное освобождение. Дальше история созидает миф Куликова поля. Там 28 героев-панфилокцев. Были или не были? Были. Были. Но не 28. Не в том конкретном месте. Может 30. Может 120. Может 100 метров вправо-влево. Это еще война шла. Люди сражались, перемещались. Линия фронта двигалась с места на место. Людей переводили из части в часть. Документы не успевали. Фронт, который занимала по линии дивизия Фанфилова, превышает нормативы по уставу РКК, по-моему, в 3 или в 4 раза. То есть, если по уставу там упрощенно, рота должна держать километр, то она держала 5 километров. Где это находилось, как они там бегали по этим траншеям, где они в этот момент находились, у разъезда Дубосекова или еще где-то. Невозможно сейчас ни понять, ни восстановить. Понятно, что это символ героического сопротивления врагу. Символ. В этом его ценность. Ну и потом, соответственно, уже литература играет, кино. Иван Сусанин. Кто этого Ивана Сусанина вспоминал, пока не вышла опера Глинки. И все стали сразу обсуждать. Иван Сусанин. Роман «Война и мир». Мы сегодня говорили. Сильно отличается от... То есть, любой историк найдет там столько всего, к чему придраться в романе «Война и мир». Но мы представляем себе историю 1812 года по этому роману примерно. Александр Дюма говорил, что история для меня это что? Это гвоздь, на который я повешу написанную мной картину. Все. Это гвоздь. Ну ничего, все мы изучаем историю по Дюма, а так примерно представляем себе историю Франции. При том, что там несоответствие, вагон и тележка. Таким образом, я к чему это говорю, что массовая историческая память, мифологизированная нарратива, формируется не только и не столько трудами историков, сколько трудами общества в целом. Популяризаторов, деятелей культуры, писателей, режиссеров, продюсеров. И это нехорошо, и это неплохо. Это так есть. Это так есть, и это надо просто понимать. Как этот матричный миф, матрица, которая закладывается в школе, в университете, в институте, как эта матрица формируется? Главное, чтобы эта матрица была, чтобы она оставалась. Уже хуже всего, когда ее нет. Поэтому учите историю. Это одна из... Для общества это одна из самых важных наук, без знания которой человека нет. Человека создала память. Не будет памяти, не будет человека. Вот на этом я хочу поставить точку. Давайте, если есть вопросы или несогласия, подискутируем. А вы считаете, необходимо ли изучать зарубежную историю? Конечно. Для чего? Для того, чтобы все знать. А чем отличается наш опыт от зарубежного опыта? Наоборот, крайне полезно сравнивать. Необходимо изучать, желательно в синхронизации, в понимании, что когда происходило. Вот, например, там тот же Иван Гроссный. Ужас, ужас, ужас. Дальше вы смотрите, что происходило в это время в Европе. Там примерно все то же самое. Еще похуже местами. Современник Ивана Грозного во время Варфоломейской ночи, король Франции, сидел на подоконнике в Лувре. Факелы, площадь освещена, рассвет. Ему подавали заряженные аркебузы, а он стрелял пробегающих мимо людей. А, говорит, еще одним гугенотом меньше. Ну, просто так. Ну, интересно же. Бегают мимо всяких. Иван Гроссный до этого не доходил. У него был суд какой-то там. Его собственная правда. Но все по порядку. Так, чтобы лично. Поэтому, что вы. Надо изучать историю в контексте времени. И здесь сравнение с зарубежной историей очень полезно. Да. Еще, пожалуйста. Как вообще не получается, что исторический план дискажается в фильмах? Ну, смотрите. Любой фильм, относится к этому с пониманием. Любой фильм, любая книга это всегда художественное произведение. Она никогда не... Это же не документальное кино. Это художественное кино. Значит, автор что-то там додумывает, размышляет, улучшает, как правило. Спасти рядового Райана, посмотрите. Там есть историческая правда? Фильм отличный. Там вообще ноли... Там вообще нет никакой исторической правды. Единственной исторической правды... Спилберг оттолкнулся от того, что в США был порядок в армии США, что если несколько сыновей на фронте и все погибли, то последнюю переводили на тыловые должности. Ну, чтобы трое сыновей... Ну, там, наверное, мало таких. Таких случаев был один, по-моему, в армии США или два всего. На Тихоокеанском фронте. Все. Никого никогда не посылали, никогда спасать, там, жертв... Жертвовать жизнями американских солдат с 30, чтобы спасти одного. Ну, не было такого. А какое кино эпохальное? Понимаете? Вся страна спасает одного рядового района. Поэтому... Это художественный образ. Бывают мифы положительные, бывают мифы отрицательные. Там, Штрафбат... Ну, на мой взгляд, я тоже смотрел. И тоже, кстати, не бесталанно сделанный фильм. Но он очень вредный фильм, плохой, потому что он... Такая безысходность, просто лжить не хочется вообще. Дальше с каждым фильмом надо разбираться отдельно. Где-то исходили из благих побуждений авторы, пытались видоизменить произошедшее. Где-то просто придумывали свою историю. Как Дюма. Гвоздь, на которую вешается картина. Я, например, когда писал единственный, надеюсь, последний свой роман, потому что это очень трудоемкий процесс, оказался, стена, я всем говорил, что, знаете, у меня не гвоздь, у меня история, это рама, это рама. Но в эту раму я вписал... Там события примерно соответствуют Карамзину. Там примерно все, как у Карамзина. И у ряда других, более уже внимательных исследователей, я читал их там, даже диссертацию одну прочитал, по обороне Смоленска. Но это рама. Потому что если описывать это, как вот было в деталях, ну это будет не так популярно. 17-го невесны искажают историческую правду. Ну Штирлица же не было. Ну не было. Не было. И все там было по-другому, на самом деле. Но мы смотрим, и нам это очень нравится. И, кстати, сказать немцы... А Мюллер, знаете, какой был на самом деле? Вот такой вот худой. Мюллер был такой. Он вообще был абсолютно безграмотный. Он даже высшего образования у него не был. Крайне жестокий. Совершенно не такой очаровашка, как герой Леонида Броневого. Такой садист, но такой, боятельный. Поэтому вот образ такой придумали Мюллера. Он же от этого не стал там иным. Мы все равно понимаем тебе добро, где зло. Что такое хорошо, что такое плохо. Шелленбергу знаете, сколько лет было? Ну там замом был там. По-нашему это разведка плюс контрразведка. Вот. Было 30 лет Шелленбергу на этот момент. Он же пацан. Вот. С нашей стороны был такой же, правда, вот Фитина. Вот они два были там, друг другу голову морочили. Наши победили по полной программе. Посмотрите сериал «Начальник разведки», где тоже много чего художественно упрощено. Но в целом, вот, вот, «Начальник разведки» это вот как бы анти-Шелленберг. против него работал. Ребята, еще есть вопросы? Как вы относитесь к теории прессиональности и этногенеза? Можно ли ее в полном смысле этого слова назвать теорией? Достоинно ли она так называться? Ну, как к теории относиться можно, потому что Гумилев подкладывает под это дело расчеты, таблицы, хронологию, некоторую. Но это теория. Это теория. Вспышки солнца, это все недоказуемо. Понимаете, очень легко подгонять под свою теорию и под свои умозаключения события, которые были раньше. Очень тяжело. Теория только тогда работает полноценно, когда она предсказывает то, что будет потом. Вот потом. Мы пока не просто не имеем возможности убедиться в правильности теории Гумилевым. Вот пройдет лет 300, посмотрим, как там все. Соотнесем это со вспышками на солнце и разными магнитными полями и скажем, да, угадал, как Ньютон. Получилось. Яблоко упало не случайно. Вот у Маркса Энгельса, которого я вначале позитивно упоминал, вот все, что было до, они написали с точки зрения теории там Диамата, общественно-экономической информации, смена, исключительно грамотно. Вот, пожалуй, лучше них никто и убедительнее не написал. А вот с прогнозом не получилось. А дальше все не работает. Вот то, что было, описали очень убедительно. А дальше не работает. Посмотрим, может пройдет тысяча лет и выяснится, что они просто как там ошиблись в деталях. Вот, все получится по их прогнозам. Пока нет в эти последние 200 почти лет. Коллеги, еще? То есть нелицеприятные какие-то моменты тоже нужно не знать? А как? А как иначе? Слушай, слушай, у истории есть две цели есть у истории. Цель первая. Не наступать на грабли. Главная цель. Вот. Никого не получается, все наступают. Но, в принципе, это главная цель изучения истории. Не повторять ошибки. Для этого надо знать, все неприятное. Вторая. искать мотивацию для того, чтобы жить дальше. Для этого надо знать, все приятное. Вот. Если наши предки преодолевали то-то, 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 то уж мы как-нибудь справимся, понимаете, с этим. Поэтому, вот, конечно, надо знать и то, и другое в равной степени. Без этого вообще бессмысленно учиться. А вот как писать историю так, чтобы аккуратно обходить все острые углы? Слушайте, ну, тут не надо... И присаживайтесь, хороший вопрос. Тут не надо обходить острые углы, надо просто о них честно рассказывать, об этих острых углах. Потому что нет ничего лучше нормального, спокойного, честного рассказа. История очень сложная штука. И в ней нет хороших и плохих героев, как правило. Никто не просыпается утром с мыслью, чтобы такого сделать плохого. Вот нет такого. Они все пытаются что-то создать. Дальше у всех получается по-разному. Силу образования, склонности, системы существующего. Ну, задача историка попытаться понять, объяснить, предостеречь от ошибок. От ошибок предостеречь. Я не хочу здесь на тонкий лёд заходить, кто хуже. Кто-то хуже был, наверное. Безусловно. Но предостеречь от ошибок, самое главное. И найти в истории те моменты, которые максимально объединяют. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова